Приветствую вас, друзья, на канале Алкофан. Меня зовут Данил Перваченко и ссылку на мой канал, посвященный приготовлению домашних сыров, домашних колбас, а также домашнего алкоголя, найдете в описании этого видео. Идея поделиться своим видением приготовления бурбона возникла у меня достаточно давно. Но бурбон, как и виски, достаточно спорная и скользкая тема. Не буду рассказывать о истории, потому что тоже очень спорно и очень скользко. Но бурбоном, для понимания, имеет право называться напиток, приготовленный на территории Соединенных Штатов Америки из кукурузы, выдержанный в дубовых бочках не менее двух лет. То есть достаточно жесткие ограничения. Есть очень много историй, откуда появился бурбон, но в общем и целом она сводится к одному. Когда переселенцы из Ирландии, из Шотландии приехали в Америку, хотели готовить свой родной вискарь, солода, вернее, ячменя в достаточном количестве не нашлось и не приспособили под это дело кукурузу. Но в общем-то кукурузный бурбон мы сегодня и будем готовить. Кукурузу, как и любое крахмалосодержащее сырье, можно осахаривать несколькими методами. В первую очередь, для того, чтобы приготовить спиртной напиток, нам надо осахарить крахмалосодержащее сырье, потом его сбродить и только после этого сделать дистилляцию, приготовить напиток, потом выдержать в дубовых бочках. Так вот, осахаривать можно несколькими методами. Можно осахаривать солодом, то есть пророщенным ячменем или пророщенной пшеницей по определенной технологии. Когда-нибудь сниму отдельное видео о приготовлении солода. Кстати, напишите в комментах, хотите вы, чтобы я такое видео снял или нет. Можно осахаривать ферментами глюкоамилаза и альфаамилаза. И вот сейчас один из вариантов очень простых осахаривания появились Кодзи Ангел. На нашем рынке появился такой китайский продукт Кодзи Ангел. На самом деле, Кодзи это плесневый гриб, который использовался в Японии для сбраживания, ну вернее, для осахаривания риса. Но то, что к нам приходит под маркой Кодзи Ангел, это не совсем так. Сейчас мы немножко более подробно коснемся этого. Сегодня я приготовил две одинаковых порции кукурузы по 4 килограмма. И будем осахаривать сусло двумя способами. Первый способ это холодное осахаривание с использованием Кодзи Ангел. И второй способ это горячее осахаривание с помощью ячменного солода. Итак, в этих ведрах у меня две порции по 4 килограмма дробленой кукурузы. Вот такой вот. Покупаю ее в магазинах, там где продается корм для домашних птиц, для домашних курей. Она там стоит дешевле всего. Одну порцию буду осахаривать ячменным солодом. Это базовый солод для дистилляции, базовый солод для виски. Вторую порцию буду осахаривать Кодзи Ангел. Для того, чтобы был одинаковый результат и были равные условия, для второй порции я приготовил полтора килограмма ячменной крупы, просто дробленого ячменя. Это не осоложенка, но просто, чтобы был одинаковый затор, чтобы были совершенно одинаковые условия. Мне интересно самому узнать, во-первых, какое осахаривание лучше, какой получится выход продукта и какая будет разница во вкусах. Вот на такие вопросы мы ответим, ну, помимо самой технологии приготовления, на такие вопросы мы ответим в результате этого видео. Потому что, конечно, осахаривание с помощью Кодзи Ангел, оно в 100 раз проще, в 100 раз легче, чем горячее осахаривание. Хотя я являюсь именно сторонником осахаривания с помощью ячменного солода. Так как Кодзи априори предусматривает сбраживание только по красному методу, то есть сбраживанию на дробине, то и классический бурбон, который мы будем осахаривать с помощью ячменного солода, мы тоже будем сбраживать на дробине. Будем готовить по 25 литров браги. На 25 литров браги для одной браги я взял 4 килограмма кукурузы дробленой и полтора килограмма ячменного солода. Для второй браги я взял тоже 4 килограмма кукурузы и полтора килограмма молотого ячменя неосоложенного. Для сбраживания классического бурбона буду использовать дрожжи новозеландской фирмы Steel Spirits. Вот такие вот дрожжи, рассчитанные на 5 галлонов, то есть на 25 литров крахмала содержащего сырья, содержат питательные вещества, добавки и ферменты для хорошего качественного сбраживания зерновых браг. Для сбраживания второй браги буду использовать Кодзи Ангел. Это 50-граммовая упаковка. Она предназначена для сбраживания 5-6 килограмм крахмала содержащего сырья холодным методом. И вот здесь ребята хорошо очень перевели, потому что обычно Кодзи в оригинальной китайской упаковке поступает. Здесь на украинском написано, я переведу. Кодзи – это комплекс спиртовых дрожжей, ферментов, альфа-амилазы, глюка-амилазы и фитазы. И специального грибка, рижопус называется, предназначенные для осахаривания, избраживания, без предварительной обработки любого сырья, которое содержит в себе крахмал. Это означает, что вам нет необходимости подготавливать зерновое сусло перед брожением, а именно разваривать, запаривать и осахаривать. Кодзи сделают все это сами. Ну, вот такой перевод интересный. Я с ним полностью согласен, но самый главный мой посыл, который я хочу сказать. То есть многие утверждают, что это те классические Кодзи, которые используют для сбраживания саки, для приготовления классического саки в Японии. Чтобы вы понимали, это не классические Кодзи, это не классический плесневый гриб Кодзи, а просто, ну, китайцы назвали этот ангел Кодзи. А на самом деле здесь содержатся ферменты, альфа-амилаза, глюха-амилаза, еще один фермент, немножко гриба и немножко дрожжей. Ну, вот такой вот состав. Классическое горячее осахаривание я буду делать в своем сусловарочном котле. Я поставил двойное дно. Саму дробину буду помещать вот такой вот капроновый специальный мешок для затирания, чтобы потом слить сусло и дробину просто в мешке перенести в ферментер. Холодное затирание на Кодзи буду делать прямо непосредственно в ферментере. Высыпаем сюда наше крахмалосодержащее сырье. И дальше нам надо смесь вот эту вот с водичкой довести до температуры 25-28 градусов. То есть сейчас я сюда нагрею пару чайников кипятка, чтобы температура поднялась. И после этого будем вносить Кодзи. Итак, первый затор под Кодзи готов. Я с температурой оговорился не 25, а 35 градусов. Рассыпаем по поверхности Кодзи. Избегайте вдыхать этот порошок, потому что содержащийся в нем плесневый гриб может заселиться в кишечник. Ну и как бы брагу пить тоже нежелательно. До перегонки пить пробовать. Оставляем минут на пять для того, чтобы Кодзи регидратировались. Тщательно перемешиваем и ставим под гидрозатвор. Забродит в течение суток. Но, во всяком случае, у меня по опыту всегда в течение суток забраживало. В течение первых двух-трех дней каждый день проводим вот такую процедуру. То есть, хорошенько перемешиваем. Вы удивитесь, какое зерло будет после того, как Кодзи с ним, ну, Кодзи-ангел с ним поработает. Я даже пробовал на цельном рисе. В результате, в конце сбраживания, после сбраживания, цельный рис превратился в такую сечку, вообще мелкую-мелкую. Друзья, итак, под гидрозатвор время брожения в зависимости от температуры от 15 до 20 дней. Оптимальная температура брожения 25 градусов. Первые два-три дня тщательно перемешиваем, потом оставляем в покое под гидрозатвором. Время брожения зависит от температуры. Чем выше температура, тем быстрее сбродят. Сигналом к тому, что брожение окончено, будет очень редкое, примерно один раз в два-три часа, и очень редкий выход углекислоты из гидрозатвора. То есть, когда гидрозатвор начнет булькать два-три раза в день, грубо говоря, значит, брожение закончилось, и можно приступать к дистилляции. Далее приступим к горячему осахариванию. Здесь все немножко сложнее. Можно, в принципе, это делать в обычной кастрюле, можно делать без мешка. Наша задача продержать стабильную температуру в 65 градусов в течение полутора часов. Можно делать две паузы, можно делать белковую паузу и сахарную паузу. Но в случае с бурбоном это не столь важно. Нам надо получить как можно больше сбраживаемых сахаров. Поэтому я переношу всю свою крупу сюда и поддерживаю температуру 65 градусов в течение полутора часов. Если вы делаете в обычной кастрюле, нагрели кастрюлю до 65 градусов, хорошенько перемешали, проверили температуру, наверное, она будет поднять, потому что зерно холодное, оно понизит температуру затора. После этого укутываете кастрюлю в какое-нибудь одеяло и оставляете. Каждые полчаса раскрываете и хорошенько перемешиваете. Таким образом тоже можно осахаривать. Я так делал раньше, совершенно нормально получается. Но если делаете в заторнике, в сусловарочном котле, то включаете циркуляцию и ничего уже перемешивать не надо. Ждем времени окончания, то есть полтора часа 90 минут будет проходить осахаривание при температуре 65 градусов. Через полтора часа можно провести йодную пробу. Для того, чтобы убедиться, что все крахмалы осахаривались. Набираем контрольную порцию сусла, сюда порцию йода. И вот смотрите, йод совершенно не должен менять цвет, должен оставаться коричневым. Если вдруг цвет меняется в сторону синего и фиолетового, значит осахаривание надо продолжить. Если йодная проба вот такая вот положительная, то есть йод совершенно не меняет свой цвет, значит осахаривание прошло успешно. Мы получили максимальное количество хорошо сбраживаемых сахаров и можно продолжать, так сказать, работать с суслом. Отключаем нагрев, циркуляцию и переливаем сусла в ферменты. Если вы готовили в кастрюле, то просто вместе с дробиной переливайте сусло в ферменты. Я перелью вначале сусло, а потом перемещу сюда всю дробину. Для того, чтобы понимать, какие процессы у нас будут происходить, произведем замер сахаристости хотя бы этого сусла. То сусло мы не можем, естественно, ничего мерить, потому что там никакой сахаристости еще нет. А в этом осахаренном сусли у нас 13% сахара. Я провожу замер с помощью рефрактомера. Оптический рефрактомер, очень классный прибор, хотя дает небольшую погрешность по сравнению с ориометром. Итак, 13% сахара. Здесь будет где-то 20 литров браги готовой. Даст нам 7,5% спирта на литр. То есть ориентировочно можем рассчитывать на 1,4 литра абсолютного спирта получения вот из этого затора. Сколько получим из того, мы посмотрим позже. Сейчас, друзья, накрываю его крышкой и даю ему остыть до температуры внесения дрожжей, то есть до 30-31 градуса. Существует мнение, что сусло может заразиться, что надо остужать очень быстро с помощью чиллера или помещать фермент в ванну с ледяной водой. То есть можно и так. У меня на практике сусло никогда не заражалось. Но всякое бывает в татуту, конечно. Поэтому если есть небольшой стрем, то лучше поместить фермент в ванную действительно с холодной водой и охладить побыстрее. То есть температура внесения дрожжей у нас 30-31 градус. Я буду ждать, пока оно остынет естественным методом. Ну вот, собственно говоря, друзья, что мы имеем сейчас. Прошло 4 часа. Кодзи, смотрите, уже какое активное брожение. А это сусло только остыло. Будем вносить дрожжи. Температура, напомню, 31 градус. Рассыпаем дрожжи по поверхности и оставляем минут на 5 регидратироваться. Хорошенько перемешиваем затор, чтобы распределить дрожжи по всему объему. Существует мнение, что это необязательная процедура, но я ее все-таки предпочитаю выполнять, именно перемешивание. Ставим под гидрозатворы и оставляем на брожение. Оптимальная температура брожения 23-25 градусов. Ну, температура в помещении должна быть. Время брожения тоже 10-12 дней. Кодзи будет бродить чуть дольше. Ну, соответственно, я не буду раньше открывать бурбон. Я дождусь, пока Кодзи выбродят и потом обе браги вместе будем перегонять. Смотрите, на этом этапе, если вы хотите увеличить выход бурбона, можно добавить некоторое количество сахара. Допустим, повысить сахаристость до 18-19%. Это, естественно, незначительно изменит вкус напитка. Но многие это практикуют. Я все-таки стараюсь делать только на натуральных сахарах. Ну, как бы личное дело каждого. По сути, если есть желание увеличить количество напитка, можно добавить сюда килограммчик сахара, скажем так. Итак, друзья, ждем, пока выбродит. И после этого приступим к дистилляции. Итак, коллеги, обе браги отбродили. Осахаренный бурбон бродил активно где-то 11-12 дней. То, что мы делали горячим осахариванием. Брага на Кодзи бродила реально сегодня 23-й день. Еще раз где-то в 2-3 часа выходили пузырьки. Ну, будем считать, что отбродила. Теперь займемся дистилляцией. Если у вас есть пароводяной котел, то можно делать дистилляцию вместе с дробиной. У меня котел с теном. Соответственно, дробина на тене может пригорать. Поэтому я отделю брагу от дробины. И буду перегонять. Делаю это с помощью фильтра, сделанного из обычного мешка. Вот такого вот от картошки. Значит, он слипся после стирки. Вот, помещаю фильтр в ягодный пресс. И через него отфильтрую брагу. Сразу же отфильтрую обе браги в 2 разных куба. Вот это вот у нас будет брага на Кодзи. А во втором кубе будет брага, полученная с помощью горячего осахаривания. Ну вот, коллеги, получилось в каждом кубе по 20 литров браги. Вот это вот 20-литровый куб, он 22 литра. То есть вот так вот, как раз там 19,5-20 литров браги. В этом кубе такой же объем. Итак, что мы сейчас делаем? Делаем перегонку на максимальной скорости до суха. То есть, в принципе, при первой перегонке не обязательно, считается, что не обязательно отбирать ни головы, ни хвосты. Я делаю немножко по-другому. При первой перегонке я буду отбирать где-то 100 мл голов. Самых, на мой взгляд, что они на есть вонючих. И отсеку хвосты при падении спиртуозности в струе 10%. Все, что ниже, в следующую брагу, в следующий погон. Ну, я так делаю. Обычно хвосты закольцовую. Можно, в принципе, выливать. Головы использую, как правило, для розжига мангалов. То есть, хорошо подходят для этих целей. Я не буду показывать вам весь процесс. То есть, процесс достаточно простой. Подводим куб к 88 градусам. Отбираем 100 мл голов. Потом включаем нагрев на максимум. И на максимальной скорости отбираю все тело до падения в струе, до спиртуозности 10%. Вот, вернусь к вам, когда уже сделаю два спирта сырца. Первый спирт-сырец. Вот здесь вот у меня брага на Кодзи. Да, здесь Кодзи я стикер отвесил. Во втором кубе у меня брага, которая получена горячим осахариванием. Сравним количество. Посмотрим, как справилось горячее осахаривание. Как справились Кодзи. Посчитаем количество абсолютного спирта. И далее уже будем действовать. Дальше следующая будет дробная перегонка. В общем, эту перегонку я делаю вот таким вот образом. Итак, друзья. Дистилляция первая завершена. И, как говорят в Одессе, что мы имеем с гусь? Шкварки. Значит, на Кодзи мы получили 4 литра спирта сырца спиртуозностью 36% спирта. Что вы пересчете на абсолютный спирт, дает нам 1.45 литра абсолютного спирта. Стандартным осахариванием. Вот я, кстати, не понял, почему у меня разный объем получился. Там и там отобрал по 100 мл голов. И там и там отек при падении, отек, ну, прекратил дистилляцию при падении спиртуозности в струе до 10%. Но получился объем разницы в 1 литр. Если кто-то знает этому объяснение, напишите в комментах, пожалуйста. По классической схеме осахаривания у меня получилось 5 литров сырца спиртуозностью 30%. Что дает нам 1.5 литров, пересчете на абсолютный спирт, 1.5 литров абсолютного спирта. Результат практически одинаковый. То есть, учитывая то, что при измерениях есть какая-то погрешность в любом случае, то можно сказать, что и там и там мы получили 1.5 литра абсолютного спирта. И тот и тот напиток можно называть бурбоном. Теперь нам надо провести вторую дробную дистилляцию с отсечением голов, с отсечением хвостом и получить настоящий, ну, как бы уже готовый бурбон, который потом нам будет подвергнуть вызреванию. Но я забегаю вперед, чуть позже расскажу, как это. А сейчас давайте приступим к дистилляции. Для второй дробной дистилляции я буду использовать флейту с медными тарелочками. То есть, ну, это колпачковая колонна с медными тарелками. Буду, естественно, делать в режиме укрепления. Друзья, и что я хочу сказать. При использовании, вернее, при дистилляции зерновых брак очень желательно использовать медь. Потому что при брожении зерновых набраживают достаточно большое количество соединений серой. И вот как раз медь эти соединения нейтрализует. То есть, что бы я рекомендовал? Если у вас нету колонны, допустим, если есть просто царга, можно использовать, допустим, СПН-ку медную, ну, такого типа пружинки, засыпать в царгу. Если есть сухопарник, то, в принципе, можно в сухопарник. Опять же-таки, можно либо медную СПН-ку, либо медные кольца, нарезанные из медной трубки. Еще есть вариант, медная регулярная насадка, типа вот такой вот сетки, которая сворачивается в пыжи, но у меня ее медной нету. То есть, желательно использовать медную составляющую, через которую будут проходить пары спирта и, собственно говоря, проходить дистилляцию и нейтрализоваться соединения серой. Сам спирт-серец я буду разбавлять до спиртуозности 20 градусов. Я буду использовать электрический куб. И вот смотрите, если вы используете электрический куб с ТЭНом, не забывайте о неснижаемом остатке в кубе. То есть, допустим, там, где у меня 4 литра, мне надо будет развести до меньшей спиртуозности с расчетом на то, что когда после дистилляции уменьшится уровень на 2 литра, чтобы ТЭН не остался сухой, не произошло несчастного случая. Поэтому не забывайте о технике безопасности, конечно же. Итак, друзья, аппарат собран. Включаем нагрев. Доводим куб до температуры в паровой части куба 88 градусов по Цельсию. Снижаем нагрев. Будем запускать колонну. Давать ей стабилизироваться. После этого будем отбирать головы. И вот что касается отбора голов, хотел бы остановиться на этом моменте. Головы желательно отбирать в количестве 10% от абсолютного спирта в сырце. То есть у нас 1,5 литра. Следовательно, из каждой порции я буду отбирать по 150 мл голов. Колонна вышла на рабочий режим, стабилизировалась. Видите, активный барбатаж идет. Проработала на себя где-то около 15 минут. И я начинаю отбор голов. Головы буду отбирать покапельно, достаточно медленно, так чтобы 150 мл голов отобрать где-то в течение 30-40 минут. Ну вот, отобрано 150 мл голов. Можно переходить к отбору пищевой фракции. Буду отбирать до падения спиртуозности в струе 75% спирта по спиртометру. Если вы делаете, друзья, на обычном аппарате, то есть на обычном дистилляте, можно отбирать до падения в струе 35-40% спирта. Ну, как бы 35 маловато, 40 идеально, но у каждого свои взгляды. Смотрите, как бы этот напиток должен быть ароматный, насыщенный эфирными маслами. Поэтому, в принципе, на обычном аппарате и до 35 вполне нормально, мое мнение. Спиртуозность в струе упала до 75%. И вот мы получили энное количество бурбона. Сейчас измерим количество точное. Ну и вот, что у нас получилось, друзья. 1350, здесь 1250, и здесь 100 мл. 1350 мл готового продукта спиртуозностью 85% спирта. Так, вот видно 85% спирта. Значит, что дает нам 1150 мл абсолютного спирта. Плюс 150 мл у нас осталось в головах, значит, 200 мл еще осталось в кубе. Что же делать с этими хвостовыми фракциями, которые остались в кубе? Я делаю следующее. Отбираю их сейчас в отдельную емкость и потом закольцовываю в следующий погон, то есть следующую брагу. И в любом случае, этот абсолютный спирт так или иначе из этих хвостов еще что-то отожмется. Теперь, это был бурбон, который приготовлен с помощью горячего осахаривания. Ту же самую процедуру я провожу с бурбоном на кодзи. Ну, количество, я практически уверен, будет такое же, оно не изменится. Посмотрим, я покажу в любом случае две емкости. Бурбон горячего осахаривания, бурбон на кодзи. И как бы будем дальше разбирать, что с ним делать. То есть я уже не показываю, как я перегоняю. Точно по такой же схеме все буду делать то же, то же самое. Итак, друзья, на кодзи закончилась дистилляция. У меня получилось чуть-чуть больше, 1,5 литра. И чуть меньше спиртуозность. То есть 80% спиртуозности. По сути, если переводить все это дело на абсолютный спирт, то получается 1,2 литра абсолютного спирта. А в бурбоне получилось 1,15 литра абсолютного спирта. Но опять же, результат считаю в пределах статистической погрешности, так сказать. Ну что ж, друзья, два бурбона у нас готовы. Давайте будем резюмировать. Ну, в первую очередь, хотел бы сказать несколько слов, так сказать, высказать свое МХО по поводу кодзи и классического метода горячего осахаривания солодом. Методы по своим трудозатратам очень разные. Кодзи. Фактически, вы берете не осоложенку, а крахмало, содержащее сырье. Причем любое. Готовите любой рецепт зерновой. Добавляете кодзи и сбраживаете. С горячим осахариванием надо играться. Как вы видели, достаточно длительный процесс, достаточно сложный. По результатам, по выходу готового продукта, результат практически одинаковый. То есть, как я уже сказал, в пределах статистической погрешности. Пробовать, конечно, этот бурбон сейчас рано, но ароматика у него есть. То есть, хороший, приятный, такой зерновой, немножко с цветочным ароматом запах. И вот тот, который на кодзи. Вы знаете, я вот примюхивался, на кодзи, мне кажется, более ароматный, более сладковатый какой-то запах. Конечно, его там через год стоит попробовать и еще разницу именно по органолептике, по вкусу определить. Но вот по аромату, я не сказал бы, не могу сейчас сказать, что какой-то мне нравится больше. У классического метода более зерновой аромат, у бурбона на кодзи более цветочный такой, более сладковатый аромат. Ну, а в целом, конечно, я показал оба метода, вам решать, каким методом воспользоваться. Ну, как я уже сказал, это еще не готовый напиток. Классический бурбон должен созревать в дубовой бочке не менее двух лет. Его надо разбавить до спиртуозности 60%, залить в дубовую бочку, выдержать два года. Ну, если это маленькая пятилитровая бочка, то можно там 8-9 месяцев, где-то так. Кто-то считает, что и полгода достаточно. Потому что в маленькой бочке значительно больше площадь соприкосновения дуба с напитком, соответственно, больше дубильных веществ отдается напитку, и результат получается быстрее, результат выдержки. Ну, я меньше года не выдерживаю, честно говоря, у меня большинство бочек стоит от полутора до двух лет. Но это как бы личное дело каждого, я просто делюсь своим мнением. Если вы живете в квартире, у вас нет возможности расставить бочки по всему дому, естественно, в квартире там можно держать максимум один-два бочоночка. У меня, допустим, 12 бочоночков, там раз в два месяца бочоночек откупоривается, и получается вот такой вот круговорот напитка в природе. Есть другой метод. Мы можем облагородить напиток значительно быстрее. Конечно, он не сравнится с бочковым, но максимально будет к нему приближен. Для этого нам понадобится дубовая щепа. Дубовая щепа продается практически во всех магазинах, которые торгуют товарами для крафтового приготовления домашних напитков. То есть, ну, огромное количество магазинов, даже упоминать не стоит. Щепа бывает разная. Бывают кубики, бывает щепа, бывают брусочки, бывает необжаренная, бывает средняя обжарка, бывает сильная обжарка. Тут тоже дело вкуса, как бы о вкусах не спорят. Мне нравятся средние обжарки. Я всегда использую щепу средней обжарки. Берем из расчета на литр дистиллята. То есть, дистиллят, опять же таки, не разбавляем до пищевой спиртуозности. Я, в принципе, если делаю на щепе, то я вот настаиваю так, при спиртуозности 80%. Если уже делать четко по правилам и канонам, разбавляете до спиртуозности 60%. Добавляете столовую ложку щепы на литр вот такого вот крепкого дистиллята. Настаивайте 3-4 месяца. Напиток получается очень неплохой. Сейчас я расскажу несколько методов, но один обязательный, второй, как бы, опциональный, скажем так, для того, чтобы еще улучшить вкус этого напитка. Что касается обязательного метода. В бочке напиток дышит и, соответственно, окисляется. И вот этот вот процесс окисления, он очень важный для облагораживания вкуса, бурбона, вискаря, чачи, даже если мы делаем в дубовых бочках или на щепе. В банке этого процесса не происходит. Поэтому что я делаю? У меня вот такой вот компрессор портативный, аквариумный, и камушек для рации аквариума. Раз в неделю я этот камушек помещаю в напиток, там уже щепа засыпана, помещаю камушек в напиток и аэрирую в течение 10 минут. Таким образом мы фактически приближаемся к эффекту бочки. Напиток у нас окисляется. Второй метод опциональный. Я испробовал его на вискаре, результат мне очень понравился. То есть у вас стоит этот напиток на щепе, облагораживается, подвергается выдержке, насыщается эфирными маслами дуба, вы его аэрируете. Можно еще сделать с ним такую процедуру. Помещаете банку в духовой шкаф. Вот у меня полная банка была, естественно, это должен быть не газовый духовой шкаф, а электрический. Нагреваете до температуры 60 градусов и оставляете там на ночь остывать, чтобы банка нагрелась до температуры 60 градусов, а не шкаф. Она не лопнет, ничего не произойдет. Уже проверено, так сказать, электроникой. На следующий день банка остыла, помещаем ее на сутки в холодильник. Существует теория, что один такой цикл заменяет год выдержки. Не знаю, год или не год, но я попробовал два напитка, у меня стояли на щепе. С одним я делал вот такую вот манипуляцию, со вторым не производил ее. С тем, которым производил, вкус мне понравился больше. То есть я считаю, что такой метод имеет право на жизнь. Ну вот, собственно говоря, друзья, с бурбоном, так сказать, покончено. Этот напиток пойдет у меня в две разные бочки. Конечно, маленький, но мне интересно узнать его вкус. Через год опубликую видео о разнице в вкусах. Просто возьму два напитка на кодзе, одинаково приготовленных и классическим методом. Мне самому интересно, я вот такой эксперимент еще не делал, не сравнивал два совершенно одинаковых напитка. Поэтому где-то через годик выйдет видео о вкусе. Я его, конечно же, попробовал. Но сейчас это напиток спиртозностью 80%, достаточно крепкий. Какой-то разницы во вкусе на сейчас, на сию секунду я не обнаружил. Но, конечно же, это полнейшая чушь сейчас пробовать. То есть, как минимум, он должен постоять хотя бы недельку отдохнуть. А при нормальных раскладах этот напиток должен быть облагорожен дубом, должен быть выдержан. И тогда только мы можем говорить, что мы приготовили аналог американского бурбона. На этом, дорогие зрители, все. Не забудьте подписаться на канал Алкофан, поставьте лайк. Если ко мне есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях канала Алкофан. Я на все вопросы оттуда захожу регулярно. Ну как, не каждый день, конечно, но регулярно захожу, просматриваю комменты, на все вопросы отвечаю. Поэтому вот так вот. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Кстати, хотел еще сказать. Собираюсь приготовить китайскую водку. Есть такое растение сорга. У нас из него веники делают. Очень интересный напиток. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть рецепт приготовления этого напитка. Если будут комментарии с пожеланиями приготовить, я его обязательно приготовлю. Ну, а теперь уже все. Всего доброго. Пока.